Дорогие друзья, всем привет! Не знаю, слышно по голосу или нет, но я немножко приболел. Но думаю, это не будет помехой, чтобы снять данное видео, поэтому начнем вязать. Для этого нам потребуется такая черная ниточка 6.0. Кстати, хочу вам сказать, вы большие молодцы, уже почти на канале 600 подписчиков. Еще осталось 400 и буду проводить розыгрыш. Кстати, если кому интересны условия розыгрыша, переходите на предыдущее видео. Там все я рассказываю, что нужно сделать, поэтому переходите, если вам интересно. Так, теперь потребуется нам вот такой материальчик. Такая даббинговая нитка, мне показалось, будет хорошо имитировать домик ручейника. Вы, наверное, скажете, что он как бы делает домики из камня. Ну да, у меня есть один прототип такой, вот такой вот домик. Но также есть ручейники, которые живут в таких лужах, и там обычно камней трудно найти. Поэтому они делают домики себе из таких палочек, веточек. И поэтому будем именно вязать такого ручейника. Потому что еще так же я в детстве помню, что когда мы с папой на рыбалку ходили, у нас тоже попадались на глаза вот такие ручейники, которые именно жили в домиках из палочек. Немножко хотел рассказать о теле. Сперва мы его будем утолщать, и нужно до вот этого примерно места его утолстить. Дальше не нужно этого делать, потому что, как знаете, туловище ручейника, оно чуть меньше, чем сам домик, куда он помещается. Поэтому, чтобы у нас здесь не получилось, что у нас и тело, и домик все на одном уровне. Поэтому здесь вот оставляем немножко места. И для начала нужно утолстить тело. Как я это сделаю, уже покажу вам, что будем закреплять в дальнейшем. Сделал я тело толще, теперь потребуется материал, который будет у нас имитировать палочки, веточки, которые ручейник насобирал. Но для этого, я думаю, подойдет шкура лисы, точнее мех ее. Также мех медведя еще тоже я буду использовать. Но начнем, наверное, с меха лисы все-таки. Вот так немножко отрезали и закрепляем с одной из сторон. Ну, а именно с вашей закрепил первый, чтобы вы могли видеть, как что делается. Так, здесь немножко от начала отступим, чтобы оно не прям в самом начале у нас торчало. Надеюсь, вот так видно будет. Вот он этот мех, если что. Просто камера еще тоже не в очень хорошем качестве все снимает, поэтому может вам быть и не видно даже. Так, ну и здесь вот дальше закрепляем. Потом отрезаем и уже опять используем, например, уже тогда я возьму немножко меха медведя. Ну, точнее, одну его ось. У медведя я не ожидал, что такая длинная шерсть прям. Когда я увидел, я удивился просто, если так на него смотреть, то кажется, что она очень даже короткая. Но нет, это обманчиво. Она и правда очень густая и прям такая пышная. Ну, я вот так ее согнул в две части и уже с другой стороны закреплю, потому что ручейник не прям все там симметрично подбирает. И материалы тоже не одни и те же используют. Палочки тоже разного цвета бывают. Вот и в нашем случае этот мех так и будет, так сказать, символизироваться с этими палочками разного цвета. Но его тоже обрезаем небольшой длины делаем, потому что слишком длинный нам он не нужен. И также еще потом, еще короче мы его сделаем, когда произведем намотку нити. Думаю, суть я вам объяснил, что как делать. Теперь нужно только по всему телу закрепить данный мех. И уже потом будем производить намотку материала. Закрепил я шерсть. Сделал я это с небольшим таким шагом, чтобы могла поместиться нитка промеж данной шерсти. И сейчас мы ее немножко подкрутим, чтобы она была чуть попрочнее. И также приготовьте вот такую белую нитку. Ей мы закрепим данный материал, которым сейчас будем работать. Первые два раза здесь нужно прям так очень все плотно натянуть. Убрав лишнюю шерсть, чтобы ее не замяло. Здесь прям такая ювелирная работа, я бы сказал. Потому что мушка такая трудноватая достаточно-таки. Где-то иголкой себе помогаем, потому что можем не достать материалы, которые попали под нитку руками. Так, вот первую шерсть, которую лисы я закрепил. Ее, правда, плохо видно. Так, с другой стороны эта шерсть медведя тоже уже закреплена. Так, здесь еще главное разобраться, что где крепить. Потому что, правда, шерсти очень много. Нужно понимать, что куда делать. Потому что... Еще, кстати, да, забыл сказать, что если вы слишком много шерсти на громождение сделаете, то из этого ничего хорошего не выйдет. Я за кадром две мушки вязал уже. И поэтому чем меньше шерсти, мне кажется, тем будет лучше. Потому что, правда, можно не справиться и получится какая-то билиберда. Чтобы этого избежать, лучше меньше шерсти использовать. Так, уже почти все готово, скоро будет. Остался последний виток сделать и закрепить последнюю шерсть. Но здесь, как получилось, тело немножко под конусы. Поэтому я подмотаю немножко уже ниткой монтажной, чтобы даббинговая у нас не соскочила никуда. Чтобы мы в прочности ничего не потеряли. Правда, зря я это делаю. Лишнюю только толщину здесь навожу. Но приходится так делать. Лучше, наверное, прочность, чем похожесть там. Ну, не знаю, это уже вам решать. Но здесь, в принципе, даже лишней толщины не получается. Чтобы еще сделать тело чуть потолще, еще один виток сверху проходимся даббинговой ниткой. Даже вот так третий раз можно немножко назад промотать. И потом уже только закрепить. Так мы придадим дополнительную толщину домика. Там, где у нас будет выглядывать сам ручейник. Главное, чтобы нитка никуда не делась, не соскочила. В принципе, такая нормальная толщина. Теперь все здесь закрепляем. После закрепления нити, из которой мы делали домик ручейника, будем использовать вот такой даббинг. Надеюсь, эти данные вам чем-то помогут, если вы хотите именно такую же мушку, как и я, сделать. Только наносить нужно даббинг этот прям вообще тонко, чтобы соблюсти пропорции. Если на ручейника посмотреть, то у него тело будет намного меньше, чем сам домик. Поэтому тоже с эстетической точки нужно здесь соблюдать пропорции. Прям вот такая тоненькая даббинговая ниточка получается. Здесь немножко даже можем зайти на домик. Ничего страшного. Все равно нам еще позволяет толщина это сделать. Вот такого количества даббинга, я думаю, будет достаточно. Теперь мы его можем закрепить. Главное нам здесь показать, что ручейник у нас уже наполовину, ну не наполовину, но часть тела его уже вылезла наружу, чтобы рыбе показать, что домик не пустой. Поэтому столько даббинга нам хватит. Ну а теперь черную ниточку опять возьмем. Здесь уже с помощью нее мы нанесем даббинг, который будет имитировать ножки, ну и голову самого ручейника. Если посмотреть, она даже не черная такая. Вот такой даббинг, кстати, буду использовать. Она не такая у него и черная, прям даже, я бы сказал, коричневая больше, наверное. У меня есть черный даббинг, думаю, что и с ним тоже будет ждать успех на рыбалке. И вот тоже мы и наносим такой тоненькой ниточкой, чтобы лишнюю толщину не придавать нашей мушке. Теперь виток к витку все плотненько проматываем здесь. Можем даже немножечко на белую нитку заступить. Ничего страшного в этом нет. И теперь уже узловязом здесь все закрепим. Кстати, приготовьте этот ультрафиолетовый лак, забыть как его название. Так, и теперь ультрафиолетовый лак сам будем использовать. Здесь его прям нужно немножко, буквально капельку. Потому что узел у нас получился не вообще маленьким прям. Поэтому много его здесь не надо. Кстати, пока сушил мушку, заметил, что белый даббинг светится в ультрафиолете. Так что тоже дополнительно будет приманивать рыбу. Теперь, чтобы черный даббинг имитировал ножки, нам нужно его вычесать. Кстати, здесь еще я забыл сказать, что можно использовать сверху пленочку, чтобы еще большую реалистичность придать ручейнику. Но, думаю, этого делать не стоит. Но если хотите, то можете использовать и такой способ еще. Так, как видите, у нас даббинговая нитка тоже вычесалась. И все материалы перекрыло, которые нам нужны. Но мы можем прям так смело пальцами. Здесь, как видите, у меня шерсть никакая, точнее мех никакой не вытаскивается. Вместе с этой шерстью. Поэтому можем смело пальцами здесь все повыдергивать. И, в принципе, очистить место для меха. Так, и теперь еще вот так опустим все вниз. Подрежем лишнее. Здесь, кстати, внизу у нас нету никаких материалов закрепленных. Поэтому прям смело все подрезаем здесь. И белый даббинг тоже. А вот черный оставим. Он у нас будет имитировать ножки. Здесь его еще даже получше вычешем. Вот так. И теперь подрежем еще наши вот эти волокна. Точнее, саму шерсть. Потому что она смотрится слишком длинной. Ручейник такие дома не делает прям, чтобы палки вообще торчали в разные стороны. Поэтому мы все это делаем покороче. Обрезал я лишнюю шерсть. Думаю, вот так вот будет хорошо видно, какой она длины теперь стало. Вот черные такие усики торчат. Такая мушка пока не смотрится вообще непривлекательно. Но когда мы ее намочим, вот здесь на ее сам эффект и будет заключаться. Потому что в сухом виде не все мушки прям смотрятся так, как мы хотим. А вот когда в мокром состоянии она находится, так вообще, мне кажется, как есть схожесть. Похожа вообще мушка? Мне кажется, что даже очень. Потому что прям такой домик похожий, ручейник из него вылазит. А так кажется, когда в сухом состоянии прям вообще не очень смотрится. Вот так вот у него здесь палочки торчат. Поэтому мне кажется, что даже очень неплохая мушка получилась. Также еще в инстаграме будут фотографии в более хорошем качестве. Извиняюсь за качество данного видео, потому что здесь много материалов. Камера сфокусироваться не может. Тем более я снимаю на телефон. Поэтому очень трудно здесь добиться прям хорошего качества какого-то. Ну, что имею, то имею. Спасибо за просмотр данного видео. Делитесь этим видео с друзьями. Также сами подписывайтесь. Ставьте лайки этому видео. Пишите комментарии. Всем удачи. Всем пока.